Вместе с Брянской областной больницей Руддом, как ее структурное подразделение, перешел на новый режим работы. Сейчас здесь оказывают помощь исключительно роженицам, родильницам и новорожденным с новой коронавирусной инфекцией. Работают в этом направлении медики более чем успешно. В самом начале эпидемии в городе Брянске к нам в Руддом попала пациентка из очага коронавирусной инфекции. Но, слава богу, она благополучно родила. Ребенок, согласно рекомендации Минздрава Российской Федерации, был тут же отделен от матери и изолирован. Впоследствии оказалось при неоднократных исследованиях, что ребенок здоров. Первым ребенком, появившимся на свет на Брянщине с начала ковид-пандемии, стала девочка. Вместе с мамой после всех необходимых манипуляций и обследований ее выписали домой. Пожалуй, самоизоляция принесла положительные плоды, поскольку следующего ребенка в областном роддоме увидели только 21 апреля. Женщина, уже поборовшая коронавирус, тоже родила девочку. Роды прошли физиологически, но с большими врачебными усилиями, потому что родила она с рубцом на матке. После предыдущего кесарево сечения, что проводится в федеральных клиниках, специализированных. И мы в областной больнице приветствуем такие роды, потому что они наиболее приближены к физиологичным. Мама и малышка лежат в разных палатах и даже на разных этажах. Врачи помогают родившей справиться с тревогой и сохранить лактацию до встречи с дочерью. Перенают и осматривают новорожденную в полной медицинской амуниции. Обе девочки, родившиеся в областном роддоме в особых условиях, здоровы и симптомов коронавируса не проявляют. Одна из них уже вместе с мамой дома, вторая находится под особым наблюдением опытных неонатологов. Что касается персонала роддома, то он к новым условиям работы адаптировался быстро. Есть инструкции, расходные материалы и профессиональный энтузиазм. Врачи и медсестры готовы к наплыву роженец, несмотря на активность нового вируса. Своё благородное дело с появлением коронавируса они меньше любить не стали. Наша работа сопряжена с круглосуточными пребываниями на рабочем месте. Кто-то вообще здесь остаётся и ночует, уже живёт практически месяц. Кто-то уходит домой, если у него есть возможность изолироваться от своих родных и близких. Все общаются. Хорошо, что есть гаджеты, которые позволяют общаться с детьми, с мужьями, с родителями. Поэтому, по крайней мере, пока держимся в настрое положительном, очень надеемся, что это ненадолго. Светлана Дробкова, Владислав Пескунов. События. Брянск.